Всем привет! Решил сделать гайд на мага, а точнее на его ротацию, потому что на первых порах очень сложно разобраться, что да как и информации пока что в интернете довольно таки мало. А жать как-то бездумно кнопки и вносить маленький ДПС, если честно, не хочется. По сути ролик предназначен для тех, кто недавно в игре, как и я, ну либо те, кто еще не совсем понял в чем суть ротации мага. Я постараюсь объяснить все то, что понял лично я сам, может где-то что-то упустил, поэтому знающие люди можете поправить в комментариях, если что. Итак, база. Что нужно знать? Показывать буду мага ледяного, еще есть огненный, кстати говоря. У нас есть вот такая вот спектральная энергия, которая над способностями находится. Я ее еще шкалой называю. Суть мага в правильной комбинации скиллов. Наша задача правильно и быстро заполнять эту шкалу. От этого зависит ДПС. И насколько я понял, основной дамаг маг вносит вот данной способностью, которая называется шторм сосулек. И первое, что нужно делать, это набирать энергию воды. Основной скилл по набиранию воды, это водяная бомба. То есть, на шкале вы видите энергию воды, которую нужно набрать. После того, как вы ее наберете, ее необходимо превратить в лед. За это отвечает способность под номером 2, ледяная колючка. Сейчас покажу на практике, как это работает. Мы пока с вами разбираем две способности. За все остальные я тоже расскажу, покажу. Пока что идем просто постепенно. Значит, вот как это работает. Мы спамим с вами единичку. Тем самым, видите, у нас набирается... Не знаю, что это, снежинка какая-то типа. Вот. Она у нас набирается водой. Все, она у нас стала полностью синяя, значит, она на фул заполнилась водой. После этого мы берем, жмякаем способность номер 2, превращая это в лед. Вот так работают эти две способности. А все это мы делаем для того, чтобы по итогу применить нашу основную способность, которая дамажит под номером 3. Задача состоит в том, чтобы как можно скорее набрать энергию воды. Для этого нам понадобится способность номер 4, дух воды. Помимо того, что она призывает духа воды, который дамажит, самое главное, что дух воды дает баф на 3 секунды. И мы в течение 3 секунд получаем по 15 очков энергии воды. То есть наша ротация будет завязана на этой способности. Она должна по откату работать. Ну и на практике это работает следующим образом. Мы нажимаем четверку. После этого, как видите, у нас заполняется немножко шкала. Далее мы продолжаем набирать нашу шкалу до максимума. То есть мы таким образом просто ускорили набор воды. Все, после того, как мы превратили полностью в лед нашу шкалу, мы теперь можем бахнуть троечкой. То есть это наш основной дамажный скилл. Так, еще одно. Для понимания, вам не обязательно ждать, пока вся шкала заполнится водой. То есть вы уже на этапе того, как заполнился один из этих трезубцев, можете его превратить в лед. То есть вот видите, один уже полностью водой заполнен. Мы жмякаем на двойку и, собственно, превращаем его в лед. Дальше у нас еще один заполнился. Видите, у нас двойка начинает подсвечиваться таким желтым цветом. Мы опять нажимаем. То есть не обязательно ждать, пока вся шкала будет заполнена водой. Рассмотрим еще одну способность. Это усиление льда. Активирует ледяную силу, увеличивает коэффициент комбо на 8%. И также урон на 8% действует в течение 8 секунд. Покажу на примере нашего шторма сосулек. То есть поскольку это основная дамажащая способность, собственно, ее и нужно бафать. Первый раз сейчас показываю без усиления льда. Второй раз показываю с усилением льда. Значит, без усиления льда у нас цифры будут примерно вот такие. Смотрим, значит, на цифры. 1200, 1200, 1200. Так. А теперь набираем заново шкалу. Вот. И перед тем, как мы будем применять шторм сосулек, нам нужно заюзать усиление льда. То есть мы нажимаем шестерку. После этого делаем комбо. И урон уже у нас по 1500 практически получился. Вот так, собственно, работает это усиление льда. Но это насколько я разобрался. Если есть какие-то замечания, всегда рад услышать. Потому что тоже пока что еще разбираюсь в игре. Но насколько я понял, это работает примерно так. Еще для понимания вашего, как работает шторм сосулек, его не обязательно применять тогда, когда у нас все три зубца эти заполнены. То есть мы можем его вот хоть сейчас применить. Мы превращаем один трезубец в лед. Ну, трезубец я имею ввиду вот эту вот шкалу. Вот. И после этого уже можно применить шторм сосулек. Но в таком случае вылетает, как видите, единичный урон. То есть когда мы все три накапливаем, тогда влетает три крита. А так влетает один. Также у нас на панели есть способность снежный шторм. Лично я ее юзаю ситуативно, потому что она мне не нравится. Вот почему. Ее нужно поддерживать. То есть ты должен стоять на месте. Если ты куда-то отошел, все, она прерывается. Поэтому лично я, ну пока еще не нашел, как ее можно крутить в той ротации, которая у меня. Возможно, с ней будет как-то видоизменяться ротация. Если кто-то уже разобрался, напишите в комментах, как это работает лучше всего. И напоследок оставил способность номер семь. Как я понимаю, это ульта или что-то вроде того, навык камня. Вот. Вы применяете, значит, водяную бомбу в течение четырех с половиной секунд и значительно увеличиваете скорость получения энергии. Она чем-то схожа со способностью номер четыре, дух воды, потому что тоже нам энергию воды восстанавливает. Но, если номер четыре способность нам это делает автоматически, то есть вы ее применили, и нам в течение трех секунд по 15 очков энергии упало, то номер семь работает не так. После ее активации нам нужно будет спамить водяную бомбу, тем самым набирая, собственно, шкалу воды, энергии воды, точнее сказать. Но после ее применения вы, значит, быстренько спамите и очень быстро набирается, прям максимально быстро шкала набирается. Я сейчас немножко по кукле побью, чтобы у меня ульта загорелась, и после этого вам продемонстрирую, как она, собственно, работает. Значит, ульту набил и показываю, как это работает. Значит, вы применяете ее, после этого спамите, и посмотрите, насколько быстро у вас шкала. Просто за несколько тычек у вас набралась уже фульная шкала. То есть это супер имба какая-то. По сути, если у вас есть ульта накопленная, то вы практически сразу же можете сдать шторм сосулек. Ну, типа дважды сдать его, условно говоря. То есть вот вы, например... Я сейчас лучше по-другому немножко покажу, чтобы было понятнее. Вот я сейчас просто хочу сдать шторм сосулек. Все. Теперь мы быстренько накапливаем. Оп, включили. Единичкой проспамили, набрали уже. Вот, далее. То есть это мы с помощью навыка камня, да, ульты, набрали очень быстро нашу шкалу. Применяем, собственно, шторм сосулек. После этого жмякаем четверочку. Опять же-таки супер быстро набираем шкалу. И вот мы уже опять можем применить шторм сосулек. То есть практически, ну если быстро прокрутить ротацию, то практически вы там подряд можете давать два шторма сосулек. Ну и напоследок для закрепления прокручу, опять же, всю ротацию от А до Я. То есть жмякнули четверку. Максимально быстро набираем себе шкалу. Жмякаем шестерочку, чтобы усилить. И сдаем, собственно, наш шторм сосулек. Вот как-то так происходит наша ротация. Вот. И дальше, опять же, по кругу мы набираем себе, потихоньку набиваем энергию воды. Как только четверка у нас откатилась, мы ее тоже юзаем. То есть вот у меня четверка откатывается, я ее юзаю, добираю остатки энергии воды, превращаю это в лед, сдаю сосунку. Все. На этом у меня все. Если чем-то помог, не скупитесь на лайк или дизлайк, что угодно. Коммент тоже напишите. Если где-то что-то упустил, не так, поправляйтесь, с удовольствием приму критику, потому что я сам только вот недавно залетел в игру и тоже в ней разбираюсь. Просто почему решил записать на мага, потому что в первые дни для меня это было сложно. Нигде в ру-сегменте инфы я никакой не нашел. Вот. И поэтому пришлось разбираться на ходу. Есть, конечно, видюшка, которую можно посмотреть, то есть здесь в самой игре, в способностях, как это работает. Но, честно сказать, не супер прям там все понятно. И она очень быстро идет. Вот. Насколько я понял, там даже на паузу нельзя поставить. Но, тем не менее, вот смог более-менее разобраться. Решил тоже вам помочь, потому что, насколько я слышал, маг вроде как один из самых сложных по ротации, вот по механике, что нужно правильно делать эти комбо. Собственно, поэтому я сразу же первого персонажа себе и создал мага, чтобы не быть казуальным игроком. Все. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока.